Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко, сообщает немецкая Вельд. Вносить белорусского лидера в черный список, по данным газеты, отказались Германия, Франция и Италия. Постпред США при ОБСЕ Гилмар, тем не менее, уверен, Лукашенко нужно убедить в том, что он не может быть президентом. У лондонской биржи акция с требованием прекратить торговлю белорусскими облигациями. В самой Беларуси уже более 10 банков перестали выдавать потреб кредиты. Миллер, между тем, напомнил о долге Минска перед Газпромом. Он вырос до 328 миллионов долларов. Реальные доходы россиян в этом году снизятся не меньше, чем на 4%, посчитали во Внешэкономбанке. Впрочем, без господдержки падение составило бы 6%. Правительство тем временем хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах, пишут известия. В среднем по России он сейчас около 12,5 тысяч и корректируется каждый квартал, исходя из стоимости продуктов. В России снова больше 5000 новых случаев ковида за сутки. 121 пациент скончался. Собянин и несколько его замов сделали прививки, чтобы приободрить коллег. Но в столичной мэрии призвали готовиться ко второй волне. В Бразилии тем временем уже больше 4 миллионов заболевших. Это второй показатель в мире после США. На третьем с небольшим отрывом – Индия. Во Франции снова больше 7 тысяч заболевших в день. Ковид подтвердился у 83-летнего Берлускони. Российский автопром продолжит стимулировать. Программа по поддержанию спроса продлена на 2021-й, заявили в Минпромторге. На то, чтобы продать 200 тысяч автомобилей, из бюджета выделено 45 миллиардов рублей, или примерно 220 тысяч на одну машину. Американские биржи в четверг рухнули после рекордного за 30 лет роста. Индексы торговых площадок потеряли от 3 до 5%, что в сумме почти триллион долларов. Пузырь надувался несколько месяцев за счет рекордного роста акций технологических гигантов, чья совокупная стоимость превысила ВВП Японии и Германии вместе взятых. 10 богатейших бизнесменов IT-сектора потеряли за день 44 миллиарда долларов. Минюз США готовит антимонопольное расследование в отношении Амазон, Фейсбук, Эппл и Гугл. Строители питерской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца. Сотрудники метроподземстроя еще 26 августа отказались выходить из шахты на Ленинском проспекте, требуя погасить задолженность. Спустя неделю после привлечения приставов деньги появились, невыплату руководство связалось с техническим сбоем. Подписчики сообщают, Кургану грозит экологическая катастрофа. Произошла утечка на полигоне, где захоронено 25 тонн яда химикатов. Бочки пролежали в земле 5 лет и сгнили. Сколько именно отравы попало в почву, выясняют, как и то, кому она принадлежала и кто дал разрешение на захоронение. В окрестных колодцах уже зафиксировано превышение по нитритам и нитратам. Олигарх Дерипаско стал почетным профессором МГУ. Выпускник физического факультета и обладатель состояния в 3 миллиарда долларов выделил на поддержку университету во время пандемии 42 миллиона рублей, за что и получил награду лично из рук ректора Садовничева. Редактор субтитров А.Семкин